Всем привет! Я София Голберг. На этот раз хочу показать мою коллекцию старинных винтажных перфюм-боттл флаконов для парфюма. Они все металлические и все разных оттенков золотистого-золотого цвета. У меня есть еще подносы коллекция. У меня их всего четыре. Здесь я показываю три. Вот под ним духи находятся немножко моей парфюмерии. На одном овальном. У меня два овальных вот этот с духами. И с вот этими красавцами. А вот здесь вот у меня есть прямоугольный. И у них у всех зеркало. Тут немножко, наверное, видно. У них у всех в основе зеркало. Подумал маленькую шкатулочку и показываем. Здесь видно, что здесь зеркало. Вот. Это все металл полностью. Здесь они были сделаны в те времена, когда ничего такого китайского производства еще не существовало. Которое сейчас. Вот еще есть такая... Тогда еще были компакт-пудры. Ну, вот это была коробочка, в которую пудры первые помещались. Тогда только стали еще и забытать компактные пудры. А были еще такие, которые пуш-пуш, такие пышненькие. Вот такая. Вот. У меня есть шкатулки. Кстати, вот это вот самое красивое. Здесь 24 карата золота. Вот эти цветочки. Ну, вот она. И она здесь еще... Марка была. Она немножко сохранилась. И лейбл еще. Вот это все старинные американского производства. Эти все только американское производство. Ну, это... Такие были очень популярны. Около 80 лет назад начали производство. Они были вот самые первые. Ну, у меня, правда, их нету. Самые первые начинали производиться в 1920-х годах. Вот есть что-то еще в 15-х даже. Ну, я такие только видела в магазине. Вот. Он был, к сожалению, закрытый. Я не купила. Вот. И, значит, это еще в 1940-х, в 30-х у этих вещей была огромная популярность. Потом, значит, уже в 1950-х у них был пик популярности. Можно сказать, крупное производство. И каждая модница, каждая леди, считающая себя красавицей, считала просто своим долгом женщины купить вот такую прелесть. Вот. Ну, ставились это всегда на подносик. Подносики специально они шли в комплект. И две фирмы всего существовало. Одни, причем у них был свой брендовый узор. Брендовый. А была еще третья фирма, калифорнийская. У них узор был ото всех. Вот здесь вот можно немножко видеть. Вот по боку идет узорчик. Вот у этих двух и у этого пузырька у них вот одинаковый. И вот этот вот. Четвертый. У них на боку одинаковый орнамент. Вот здесь. По боку. Вот что у этого, у этого. Вот. Такой вот одинаковый орнамент, потому что это был брендинг. Тогда была началась эпоха брендинга. То есть, когда фирма хочет, чтобы ее запомнили, они делают специально, умышленно делают один узор, чтобы от всех отличаться. А за подделку, за плагиат, тогда очень начинали судить. Это еще в те времена. Вот. И поэтому две фирмы, которые очень всего прославились, очень. Они были одна в Нью-Йорке, а другая, по-моему, в Чикаго и Ленойс. Вот. И они еще делали вот эти узоры. Вот у них был фирменный. У одной фирмы узор, и у другой свой, как марка, их трейдмарк, был их узор фирменный. Вот. Эту, кстати, овальная шкатулочка, она с самой поздней эпохи, она уже 1960-х, издание. Вот. Здесь он такой красивый, тоже такой, на этой овальной. Они, кстати, говорили, и шкатулки делали. Одна и та же фирма, они делали и шкатулки. Вот это, кстати, мне вот очень нравится, какая необычная форма. И в те годы делали очень хорошее прочное стекло, и оно не бьется. Вот сейчас уже 2022 год заканчивается, и стекло все еще сохранилось. Этим штукам уже более 70 лет, и они все еще в идеальном состоянии. Стекло не хлопнулось нигде. Вот такая вот прелесть, она не сохранилась. Я их собирала, вот когда я еще ездила по всей стране раньше, я много очень путешествовала, ну, по всем известным причинам в 2020-2020 году, с тех пор я уже мало путешествую. Ну, я надеюсь, скоро это все исправится, и я снова буду много путешествовать. А сейчас я хочу подробно рассказать о этих вещицах. Вот это вот перфюм боттл, то есть флакон, наливать парфюм. Вот хочу выкакать, вот здесь вот такая, это овальная деталь, ну, трубочкообразная, и маленький такой амурчик ее держит. А вот в ней как раз есть стеклянная маленькая колба, и в нее вот наливается парфюм. А это все просто украшалка, красота. Вот, сейчас хочу показать на этом на основе большого. Вот такая стеклянная деталь, это чтобы духи вот наносить на волосы. А вот здесь вот показываем подробно, этот самый большой, шикарный. Вот, кстати, на нем, вот видишь, какая маленькая вот эта колба, куда даже духи наливаться. Маленький этот пузырек, он довольно маленький. А это все вот такое вот большое и мощное, это просто для красоты сделано. Вот, хочу показать, что вот это, в общем, называется янтарного цвета стекло специально. И вот из этого бывает еще более темное, другой экземпляр покажу. А это вот такой вот золотистый янтарный цвет, такой специальный, делается специальный сплав у стекла, чтобы такой оттенок получился. Из этого оттенка вот эти вот флаконы, они втрое дороже, чем те, которые с прозрачным стеклом. А вот эти вот, кстати, более популярный экземпляр, когда они вот, ну, без всякого стекла, а просто чисто все металлические. Полностью все металл, металл, металл. И вот оно здесь интересно сделано. В общем, здесь это вот тоже такая крышка, там откроешь, вот на, тоже это стеклянные детали, чтобы это духи намазывать, наносить. Вот, и, значит, там тоже такая маленькая кобочка, а здесь оно сделано, ну, как кружево все, какое-то, литое кружево. И приделана объемная розочка, очень красиво. Ну, я держу осторожно, чтобы уже не хлопнуть, потому что они все-таки очень мне дороги, эта коллекция. Вот здесь, ну, какая красота. Это называется филигрань, и оно вот очень, очень тонкая работа, очень красивая. В Америке делали красивые. В Мексике они не делали такой тонкой работы, поэтому мексиканское производство заметно отличается. Сама идея была еще взята из Франции. Ну, Франция все знает, что это лучший в мире производитель духов парфюма. Вот, это самый лучший производитель. Ну, из Франции, это из, когда там была еще королевская Франция, такое оформление там тоже было популярно, но это в те годы, конечно, такие экземпляры сейчас продаются только на больших аукционах, типа Кристи. А вот то, что мы можем найти в Америке, это американское производство. Ой, кстати, что я хотела показать, вот темное стекло, такое совсем темное, такое, это амбергласс, темное, цветы янтаря темного. Вот эти, кстати, очень дорого стоят, потому что вот это стекло темное. Коллекционеры, кто это покупает, перепродает, они знают. Вот, здесь, короче, идет, смотрите, стекло с этой стороны и с этой. Главное, чтобы отличить, чтобы не было подделок и не было ремонта, стекло должно быть одинаковое, что здесь, что здесь. Вот это вот, которое я показывала, мой самый ливенчик шикарный. Вот здесь, оно чуть-чуть светлее, янтарное стекло, но главное, какой размер, какое-то сокровище. Вот. Вот это, кстати, хочу показать, это очень такой изящный, мне очень нравится дизайн. Смотри, какой кружок, они вот так вот, закручены, какими-то волнами, как бы, перышко, укрученное в волну. А стоит вот эта, кстати, коба для духов, она стоит для цветочки, там миниатюрная розочка в ней. Ну, цвет, конечно, потускнее, потому что с годами тусклеет. Вот. И смотри, какая еще интересная штука, ну, этот маленький, это для духов. Когда начинались, первые, вот эти, пластик, привезли, основная, она такая квадратная. Это, конечно, шкаточки. Из них некоторые, они, конечно, одинаковый орнамент имеют, и они в те давние времена, когда это продавалось, они, конечно, продавали это комплектом. Ну, сейчас комплект достать практически невозможно, потому что эти вещи редкие, они очень красивые, ну, естественно, потому что здесь стекло, их, естественно, мало сохранилось. И у тех, кто собирает антиквариат, кто собирает винтаж, конечно, все понимают, что комплект собрать это одно, но в комплекте вот эти, говорю, парфюм, боталл, вот эти, они продавались по два. Не знаю, с чем это связано, но они по два. И поэтому чаще всего можно найти по одной штуке, когда вот магазины, винтажи специальные, есть такие, специальные ярмарки винтажи, есть эти, онлайн аукционы, ибэй, где большинство половины здесь покупалось интернет аукциона, ибэй. Вот, и там чаще всего продают по одному. И редко кто продает по два, потому что два, они чаще всего не сохраняются, один ломается, но это естественно, конечно, ломается все. Вот, что интересно, что главное для коллекции, найти пару, два одинаковых флакона, очень, кстати, ценится, очень ценится темное стекло, но совсем, кстати, еще ценится красный, но красного у меня пока нет, я куплю, потом покажу. вот, ценится, чтобы вот этот вот орнамент был, ну, желательно, чтобы он не был пошкрябанный, без всяких дефектов, очень трудно найти, чтобы оно не тускнело, и главное, чтобы ни в коем случае не было покрашено белой краской, потому что, ну, это была тенденция пакостей, когда была эпоха хиппи, некоторые такие были люди, которые, ну, им нравится что-то красивое испортить, тогда было такое вот выпендерило делать фотографию с испорченной дорогой вещью, и поэтому такое вот горе сохраняется, что вещь покрашена белой краской, замазана на интернет-аукционе ebay, много такого продается, и продавцы пишут, не знаю, с чем это связано, но один такой ценитель, антиквариат, он мне объяснил, что к чему, вот, что еще интересно, ну, кому интересно цены, хочу рассказать, что, что сколько стоит, вот такие красавцы, максимальная цена 850 долларов американских, ну, а минимальная цена можно найти за 275, вот такого красавца, поближе покажу, какая прелесть, вот, есть вот такие, можно найти вот такую парочку, я лично сама покупала на интернет-аукционе ebay, я покупала за 230 долларов, вот это вот была парочка, подносы, кстати, можно больше всего их найти, легче найти, подносики, есть минимальная цена, это такие вот, можно найти, найти open-air market, ну, кто-то называет flea market, но flea, это немножко там больше барахла, барахолка, а на барахолке, это очень рискованно, пытаться найти винтажные вещи, подносик, короче, можно найти на open-air market, там их можно найти, ну, где-то долларов 30, это самый минимум, когда сторгуешься, средняя цена 50-80 долларов, от 50 до 80, что-то есть 150 и 200, в зависимости от кондиции, чем меньше царапин, тем выше цена, чем меньше повреждений на металлическое, вот это вот, украшений, деталей, чем меньше дефекта, тем цена выше, если зеркало в идеальном состоянии, цена может быть и 250 долларов за подносик, главное там еще, сейчас поднимать не буду, это все убирать, там внизу бархат, просто оно наклеено, бархат, такой бархатная наноска, очень красивая, главное, чтобы эта бархатная наноска была в как можно лучшее состояние, лучшее кондиции, если там царапины и пятна, цена сразу падает, ну, вот от чего зависит цена, то, что главное, что есть пара, одинаковые вещи, за пару цена повышается, за размер, естественно, цена повышается, цвет, темный цвет стекла, еще есть такой красноватый оттенок, за это цена повышается, вот, чтобы не было дефекта, не было царапин и шкрябин, цена сразу повышается, и вот это, чтобы такие, смотришь, сразу красивая, вот эта вот задняя часть, должна быть очень изящная, изящная, красивая такая филигрань, четкая работа, цена будет повышаться, они могут быть, если они не очень красивой работой, 75 долларов, а если похожий на него, красивая работа, он будет 370 стоить, вот, потому что, говорю, здесь в основном, вот, это, потому что, считается, вот уже, для Америки, то, что 30 лет, уже винтаж, а старше 50, старше 70, это уже антик, но это американские категории, потому что страна самая молодая в мире, первая страна, которая, говорила, достигла Луны, вот так вот считается американская бравада, мы самая молодая страна, но за такой прогресс мы достигли Луны, и поэтому американский винтаж, то, что уже 30 лет, это уже винтаж, а то, что старше 50-60, может уже приравниваться к антиклариату, американскому антиклариату, ну, вот такие вот шкаточки, вот это было произведено в 1935, насколько я нашла это в каталоге, вот такие вещи, вот что я хотела показать еще, вот эту красоту достану, покажу поближе, потому что я думаю, что здесь будет хорошо видно, вот эти покажу, здесь, ну, у меня здесь, ну, такие заколочки хранятся, вот, так, сейчас сюда ее тащу, чтобы было лучше видно, и вот видно, что в ней здесь бархатная донышко, и практически без повреждений, нормально такое бархатная донышко, причем оно считается, это они отличают, какого цвета ткань внизу подклад, это можно отличить, какая декада была, в какое время было сделано, вот, я думаю, это важно коллекционерам знать, вот, кстати, такие штуки, ну, вот, шкатулочки, есть некоторые магазины, там можно вот такую, небольшую, можно найти 25 долларов, за 25, но в других магазинах, я видела, что их продают, и 85 стоит, вот это может быть и 250, потому что здесь 24 карата золота покрытия, 250 долларов шкатулка, вот, но если вот поискать, конечно, на счастье, можно найти 50, вот такая вот коллекция, в поселок, но он может быть. Спасибо.